я включил запись добрый день или добрый вечер всем тем кто с нами сегодня у нас нью-йорке сейчас день в соответственно в израиле в россии в других часовых весах вечер рад вас видеть и слышать и сегодня меня зовут роман хаскин сегодня мы с вами поговорим о празднике пасах логично мы с вами уже в первом еврейском месяце nissan месяц свободы с манхерутену и тема нашей лекции сегодня песок время свободы я хочу немножко с вами поговорить о центральных идеях о том как эти идеи реализуются через основные пасхальные символы и мы с вами затронем немножко поверхностно но так достаточно для одной сессии тему того как кашируют то что нужно кашевать на пасах как провести уборку и как при всем этом по всей этой предпасхальной суете не забыть о главном не выплеснуть вместе с водой ребенка и сохранить правильный пасхальный настой вот это примерно то о чем мы с вами сегодня поговорим и так давайте начнем с того какова центральная идея праздника ну праздник в еврейской традиции называется временем свободы с манхерутену так об этом написано в наших молитвах в самом тексте торы время выхода из египта мы знаем что это одна из центральных вообще идей торы что очень многие заповеди связаны с выходами из египта выходы из египта может быть одна из вообще центральных идей тор и в чем значение выхода из египта давайте попытаемся немножко на это посмотреть с разных точек зрения под разным углом зрения немножко разных ракурсов самый простой это историческое значение еврейская история начинается с выхода из египта если вообще мы посмотрим на еврейский календарь еврейский календарь у нас начинается первое заповедь торы это вести отсчет месяцев от весеннего месяца торы не называют его nissan мы знаем что название месяцев nissan и я и так далее пришло к тому же заваловского издания торе этот месяц называется ходишь ави то есть весенний месяц почему нужно начинать вообще отчет заповедей отчет митсвот мы начинаем с того что мы идем календарь с выхода из египта кибы ходишь объявится там улица ибо в этом месяце ты вышел из египта то есть выход из египта это . отсчет выход из египта . отсчета еврейского так сказать измерения времени начало еврейской истории и историческое значение выхода из египта но в этом плане очень велико мы увидим что это связано с разными другими аспектами с формированием идентичности с философским пониманием психологическим пониманием но самым простом и банальным историческом смысле выход из египта это то от чего мы ведем отсчет еврейской истории и поэтому самый классический текст еврейской истории которые опираются на еврейскую традицию они часто учитывают конечно про отцов они рассказывают об истории которые предшествовали выходу из египта но если мы говорим о еврейском народе еврейский народ спербровался в процессе выхода из египта и это . отсчет . начал психологический смысл психологический смысл на самом деле много интересней здесь немножко более тонкие вещи у нас будут вообще говоря если мы с вами посмотрим посмотрим на канву событий только как развивались события мы увидим что 10 казней происходит после этого у нас есть небольшое перед последней казни казни первенцев у нас есть небольшое отступление когда всевышний говорит нам что мы должны начинать отсчет месяцев от весеннего месяца ходе шарви и говорится о заповеди принесения пасхальной жертвы смысл принесения пасхальной жертвы перед выходом из египта психологическом плане невозможно недоооценить здесь речь идет о том что на самом-то деле мы знаем египтяне поклонялись тельцам поклонялись админцам поклонялись многим родным животным и баран адрес тоже был одним из животных которые литя не поклонялись то есть получается что символически каждая ивейская семья должна была принести в жертву египетского божества и психологическом плане полностью полностью выйти за рамки вот этого вот рабского мышления которым абсолютно египтяне того кого полностью управляет у тебя нету собственного голоса психологически такой катарсис когда ты осуществляешь действие которое убийство египетских богов понятное дело карается смертью простого египтянина чтобы говорить о еврейском рабе и конечно же для раба эта вещь которая совершенно немыслимо и вот это действие она приводит трансформации это начало трансформации и вот эта трансформация которая здесь принципе от раба мало что можно попросить мы увидим что это поколение в итоге не сможет пойти в землю по причине того что как хорошо об этом скажет ашер гинзбург более широко известный пар псевдонимом псевдонимом ахада он получил довольно хорошее вейскообразование ему приписывают следующие слова что труднее вывести египет из еврея чем еврея из египта или рублей евреи вывели из египта но вот египет людей остался поэтому это поколение на 40 лет adaptive пустыне и в итоге это поколение пустыню живем бы то есть действительно они полностью от своего рабского менталитета избавиться не смогли не очень важный шаг к избавлению от рабского менталитета всевышний дает им как митцлу перед тем как они физически выходит из египта то есть перед тем как вы выходит из египта физически вы должны сделать что-то очень важное психологически провести некую трансформацию перестать осознавать себя в рамках того что вы рабы в египте и вот эта идея трансформации она на самом деле одна центральных пасхальных идей мы увидим как это воплощается пасхальных сил вторая очень важная идея которая проходит тоже красной нитью через текстуры которая связана с выходом из египта и она имеет отношение к тому что сами евреи должны помнить о том что они были рабами в египте мы видим что в пасхальной агаде наша следующая лекция будет посвящена пасхальной агаде и более подробно в следующем вторник мы об этом поговорим но в тексте пасхальной агады не случайно мы начинаем с того что мы были рабами и у нас есть две точки начала пасхальной агады там говорится о физическом рабстве там говорится о том что вы были поклонниками у нас есть две точки начала пасхальной агады но эта тема следующий лет но идея того что мы не имеем права забывать о том что мы были рабами связано с другой очень важной еврейской идеей выражаясь языком современной психологии мы можем сказать некое определение эмпатии чужака и заповедь богата это гер любить гера тора повторяет больше 30 раз если я не ошибаюсь 36 не помню точно но это одна из самых часто повторяем заповеди и очень часто в контексте того что сказано ки герима и таберет митая него вы были чужаками то есть кто как не вы должны помнить о том что что такое чужаком что такое быть преследован что такое быть слабым и вообще говоря мы видим это одна из очень важных где собственно может быть одна из людей которую воспринял сегодня светский либерализм светский гуманизм через еврейское мировоззрение которое берет начало конечно в торе часто это вырывается из контекста может быть не совсем корректно интерпретируется но в целом идея очень правильно очень благородно и она берет свое начало вот как раз таком психологическом понимании смысла того что мы должны помнить о выходе из египта и помнить о том что мы были рабами и давайте посмотрим на социально общественный такой момент мы сейчас с вами говорим о центральных людей праздника выхода из египта и анализируем это с разных точек зрения сейчас давайте посмотрим на социально общественный момент мы можем здесь говорить о том что выход из египта в общем то это не просто . начала еврейской истории а это . формирование еврейской идентичности то есть мы как народ мы как народ сформированы во многом вот этой идеей вот этим центральным еврейским мифом для нашего сознания близкого а идея том что мы с вами были рабами в египте и мы выходим из египта сейчас я использую слово не в значении того что это что-то что не является правдой для нас это безусловно является правдой причем не просто историческая правда религиозной правды а правды наполнен очень глубоким смыслом но я использую здесь снова в миг смысле того что это ну как в юльянской психологии об этом говорится одна из центральных формирующих наше сознание идей которые находятся у нас коллективным бессознательным нашим весом и формирует нашу еврейскую и что же является частью этой еврейской идентичности давайте посмотрим на праздник пасах пасах это время свободы любовь к свободе это очень важная часть еврейской идентичности не случайно мы встречаем такое большое такой большой такой широкий слой на протяжении всей еврейской истории и не только сугубо интеллектуалов но также которые казалось бы пришли не из интеллектуальной сферы людей которые отстаивают какие-то новые ценности новое понимание вещей новое трактовку мы видим это и в еврейском религиозном мире можно вспомнить или за христигизма большим того можно вспомнить много разных направлений которые оказались для нас не столь позитивными того же шабтая цви но можно вспомнить это также в контексте общечеловеческом того же спинозу того же маркса есть очень много разных примеров того как евреи повлияли на умы человечества и это безусловно связано с тем что часть нашей идентичности любовь к свободе и стремление себя выразить именно самостоятельно свобода воли идея свободы в идее которая далеко не все религии и придерживаться и до изм безусловно наставят на том что каждый из нас свободен своих проявлениях иначе нет смысла говорить о добре и зле и вот этот выбор между хамет си маца между тем что абсолютно запрещено и символизирует собой зло и тем что является символом выдержки символом умения контролировать свое зло и начало это в общем-то проявляет является выбором каждого из нас на протяжении всей нашей жизни мы этот выбор осуществляем постоянно и вот это проявление свободы человека в его поступках в это свобода проявляется не только на уровне индивидами что произошло при выходе из египта всевышний управляет этим процессом то есть получается бог участвует в том что происходит в истории вот с вами знаем из еврейской садневыковой философии которая цитирует грек цитирует аристотеля и говорит о том что с точки зрения греков в точке зрения аристотеля прежде всего есть бог который первопричина есть бог который перводвигатель который сотворил этот мир но дальше какое дело богу до каких-то микробов под названием человек какое ему дело до того чем занимаются люди и поэтому получается с еврейской точки зрения здесь у нас есть кардинальное новшество кардинально другое понимание вещей всевышний руководит процессом выхода из египта это означает что он присутствует нашей истории это означает что исторический процесс в целом может быть нами рассмотрен как диалог всевышнего и человека и это именно то как вообще говоря библейское мышление еврейское мышление устроено это кардинально отличается от того как мыслить греки от того как мыслить все древние народы и эта вещь конечно же очень интересная уникальная которая во многом формирует нашу еврейскую идентичность и то понимание того вообще кто мы такие как народ каково наше влияние на то что в мире происходит тот факт что мы мало народ об этом сказано на торе но всевышний говорит я избрал вас именно потому что вы мало народ тот факт что мы были слабым народом находясь египте по всем правилам здравого смысла и законов того как устроено человеческое общество египет не должен был вот так вот просто распаста и не должен был позволить рабам еврейским просто так взять и быть но это произошло что говорит нам о том что бог постоянно участвует в истории и что те кто на первый взгляд являются слабыми если они управляются всевышним если они верят если они действительно обладают возможностью проявить свою свободу более выразить его это свобода более коллективно участвуя вот в этом историческом процессе которому управляет всевышний то тогда действительно выясняется что это слабость в общем вовсе не является слабость является колоссальной силой и всевышний говорит на торе я избрал вас не потому что вы большой народ силе народ киатэм хамме атми кора ами вы самый малый из всех народов то есть получается как говорит об этом уже наш современник он жил в двадцатом веке лезер беркович и лезер беркович называют это история вера есть история силы это то как большинство народов мира воспринимают историю где правит сильнейших правит сила а а еврейская история это во многом получается протест против этой истории силы эта история вера и в этой истории мы видим что тот кто следует заповедям всевышнего тот кто следует вере тот кто может быть не обладает большой физической силы но тем не менее обладает большой духовной силы он на самом деле обладает возможности действительно вершить историю и вот это еврейское понимание того как устроено вообще говорят законы общества общественного развития они конечно очень сильно повлияли на не только еврейский народ но и на западное мышление индивидуализм свобода личности идея о том что человеческое достоинство она уникальна все эти идеи так или иначе связаны в общем-то конечно с выходом из египта и наконец мы сейчас мы с вами поговорим о философском аспекте который связан социально общественным здесь хочется сказать о двух вещах мы уже немного это упомянули с философской точки зрения выход из египта здесь есть две основные идеи идея божественно управления мир это центральная еврейская идея я уже этого немного коснулся идея божественно управления миром не только бог который сотворил этот мир но бог который постоянно управляет всем что в этом мире происходит и такой бог действительно участвует в историческом процессе яркий тому пример самый яркий там например у нас это выход из вторая идея идея о свободе не случайно это время освобождения это время которое в еврейской традиции называется сман хирутэну у нас для свободы есть два слова вы видите ли слова копиш и слова хирург и мы здесь используем слова хирург между этими двумя словами есть принципиальное отличие более подробно я поговорю об этом на следующей нашей лекции когда мы будем говорить о пасхальной агаде но в двух словах хофеш это если хотите горизонтальный аспект свободы это когда с меня сняли наручники и дальше я свободен делать то что я хочу это то как светский либерализм светский гуманизм и многое многие другие направления в современном мире воспринимают идею свободы то есть хофеш это в общем-то та идея свободы которая понятность в этом есть тоже очень важный духовный аспект потому что так или иначе если человек свободен пусть только физически свободен с него сняли наручники такой человек в состоянии управлять своей жизнью это то чего хочет всевышний всевышний не хочет чтобы люди были раван но у этого горизонтального аспекта свободы который кстати тоже присутствует в израильском гимне льет ам хофши бар цену быть свободным народом своей земле вот этот светский аспект свободы льет ам хофши быть свободным в этом горизонтальном аспекте это первый очень важный этап но это не есть завершающий следующий этап мы назовем вертикальным аспектом свободы это хиру и хирург негрейской традиции понимается как как раз принадлежность парадоксальным образом свободу очень часто воспринимается как то что мы свободы делать все что мы считаем нужно но такая свобода часто приводит к вседозвольности и часто приводит к тому что нету целеположение нету понимания того что вообще с этой свободы делать и поэтому необходимо чтобы был вертикальный аспект свободы хирург наши мудрецы трактуют связан со словом харут харут это выгравированный скрижали завета который мы с вами получили письмо на них было выгравировано и вот идея о том что скрижали завета не случайно напоминает по своей форме человеческое сердце заповеди всевышнего как бы выгравлено как бы является частью нас самих и мы с вами принимаем интегрируем себя процессом самотрансформации мы перестаем быть рабами становимся свободными людьми но часть этой свободы означает также и целеположение мы принимаем решение что просто копочек недостаточно нам необходим хирург а хирург предполагает то что мы с вами служим всевышним каждый из нас понимает что его жизнь имеет цель и жизнь каждого из нас это проявление чего-то большего что называется клады сарелевийский народ что называется в конечном итоге человечество и все эти вещи заложены концепцию хирург хирург это если хотите ракета которая позволяет нам подняться вверх непосредственно к реализации нашей миссии и вот эти две философские идеи идея божественного управления миром здесь и сейчас первое и вторая идея побольше хирург как два аспекта свободы наверное будет основой философского понимания вот этой центральной идеи праздника паск теперь давайте поговорим о том как идея праздника реализуется через его основные символы ну здесь мне хотелось упомянуть о двух основных символов один это символ который у нас с вами присутствует на пасхальном столе это маца и его противоположность камер а другой это символ традиционный который дает название по это пасхальная жертва и этот символ у нас не присутствует по той простой причине что сегодня у нас нет пасхальной жертвы но он присутствует у нас на во время пасхального сэдра в виде аппекамана мы символически подобно тому как когда была пасхальная жертва после нее нельзя было ничего есть чтобы остался на губах вкус пасхальный жертвы мы съедаем аппекаман последний кусок паций именно вот как символ того что является пасах давайте сейчас поговорим сначала о том что же такое пасы пасы как мы знаем наявить от слова пасах всевышний перешел всевышний перешел интересно что по-английски когда переводят название праздника ну в русском языке этого нет в русском языке есть пасах и у христиан называется пасха пасха это принципе арамейское слово тоже самое а вот в английском языке интересно когда переводят христианскую пасху у него переводит как истер а еврейскую пасху переводит паскова что в принципе буквально и означает как раз то о чем мы с вами говорим паскова из всевышний перешел когда была принесена пасхальная жертва когда был преодолен катарсис вот эта . по сути . в которой евреи уже осознают что они не являются больше рабами египтянами больше не их хозяев а египтяне видят как их боги приносятся в жертву как эти барашки приносит жертву они ничего не могут сделать это демонстрирует и египтянам и евреям что это уже другое время это время в котором уже нету еврейских рабов и евреи совершают очень важный шаг в этот же момент что происходит когда совершается пасхальная жертва мы знаем что этой кровью евреи окропляют косяки своих дверей и машет ангел разрушитель проходит мимо проходит мимо то что ангел разрушитель проходит мимо тех кто осуществил вот этот очень важный аспект трансформации тот кто осознал что он связан творцом еврейский народ а все остальные мы знаем что он египтяне которые не принимали в этом участие египетские дома пострадали и в каждом из них погиб первенец казнь первенцев связано с пасхальной жертвы как мы видим и пасхальной жертвы здесь есть идея трансформации и а то что в отличие от понимания мира идолопоклонникам понимание мира идолопоклонникам есть в общем то на самом деле исключительно взаимоотношения человека и бога построенный на том что человек должен задобрить бога какими-то жертвами и вот эта жертва который который мы приносим богу она дает нам возможность как-то выжить в этом мире на первый взгляд на первый взгляд если мы с вами посмотрим на то что здесь происходит это очень похоже на гипотворческий сценарий еврейский бог требует от нас принести ему жертву и все те кто жертву бы не принес погибают первенцы а еврейских домах первенцы всегда как мы знаем не случайно первенцы очень многих религиях приносились жертву бога потому что первенец это самое ценное что у тебя есть это твой первородный сын это твой начаток силы и на первый взгляд мы видим что еврейский бог делает то же самое требует от нас вот опять же но смысл этой жертвы совершенно другой смысл этой жертвы пройти точку внутреннего осознания того что ты не являешься рабом и не зависишь от египетского мира и дальше всевышний указывает тебе путь теперь когда ты освободился от вот этого влияния египетского мира влияние египетских богов и от того что ты в своем собственном понимании в своем ментальном видении являешься рабом то есть ты не управляешь своей жизнью вообще никак у тебя нету завтра у тебя есть только одно и тоже постоянное вот это вот пребывание в состоянии рабства когда ты вообще не управляешь своей жизнью сейчас неожиданно раскрывается аспект времени неожиданно выясняется что у тебя есть завтра неожиданно выясняется что ты сам хозяин своей жизни и это совершенно другое миропонимание которое всевышний открывая здесь еврейскому народу в этой точке трансформации то есть песок это по сути идея трансформации эта идея одна из центральных пасхальных идей о том что мы управляем собственной жизнью и мы выбираем и дальше эта идея раскрывается идея выбора уже раскрывается через основной может быть символ праздника который у нас с вами есть сегодня основная заповедь песок и основной запрет основной запрет это запрет поедать кваск но то есть хамец на иврите матца и хамец пишутся очень похоже на и цаде в обоих словах присутствует в слове матца у нас из буква и слове хамец у нас есть буква хэд буквы и хэд в своем написании на иврите очень похоже стоит лишь разница что гэй это буква открытая а хэд буква полностью закрытая и пишется таким образом что есть некий задел некий просто некое небольшое пространство и вот это пространство как внутри ценам говорят является очень принципиальным по сути мы можем говорить здесь о том что это разница между человеком которым находится в состоянии греха который не осуществляет свой связь со всевышним который закрыт и смысл буквы хэд кстати говоря случайно что на иврите хэд название самой буквы хэд также означает игре а буква гэй это одна из букв имени всевышнего четырехбуквенного имени юд гэй ва гэй эта буква символизирует этот мир уламазе мир в котором мы с вами находимся мир в котором действительно мы со всех сторон как бы ограждены материальным физическим но у нас есть возможность контакта вот этот задел этот простор этот зазор который оставляет пространство для того чтобы нас будет диалог с парцом оставляет нам возможность видеть свою жизнь и как случайный набор фактор не как какие-то рандомальные вещи которые просто с нами происходят за которые мы еще не несем ответственность а как возможность по-настоящему увидеть себя в общем-то творцами собственной жизни вместе с пальцом в в этом постоянном диалоге, в котором мы видим собственную жизнь как определенный этап раскрытия божественного откровения, в том числе нам, в нашей с вами жизни, в жизни каждого из нас, через тот диалог, который в нашей жизни с Богом постоянно происходит. И Маца является этим символом, символом этого диалога, этого раскрытия. Маца и Хамец не случайно так похожи, не только в написании, в общем-то, по ингредиентам здесь все то же самое. Сегодня мы говорим с вами о, в общем-то, мучном изделии, правда? Что-то, что очень близко к тому, чем мы обычно пользуемся в повседневной жизни, это хлеб. Хлеб, конечно же, это классический пример того, что такое Хамец. В чем же разница между хлебом и Мацой? Разница будет только во времени. И вот этот аспект времени, это один из центральных вообще аспектов еврейского понимания мира. Это не случайно в самом начале книги Берешит, в самом начале Торы, еще до того, как мы говорим о святости пространства, о том, что необходимо построить Всевышний храм, об этом будет только в книге Шемот, в самом начале Торы мы говорим о святости времени. Мы говорим о том, что Всевышний сотворил мир за шесть дней и отдыхал в Шаббат, и поэтому нам предписывается такой же распорядок. Идея о том, что время, в общем-то, обладает святостью, это уникальная еврейская ноу-хау, очень интересная идея. И еврейские праздники, каждый из них по-разному раскрывает вот эту точку святости времени. Песах — это раскрытие аспекта свободы. И в чем проявляется свобода? Давайте посмотрим на это немножко глубже, через Мацу и Хамец. Свобода проявляется в том, что мы в состоянии управлять своими собственными проявлениями. Мы можем себя контролировать, мы можем контролировать свои желания, мы можем направить свои желания в нужную сторону, мы можем контролировать и управлять своими слабостями. И Маца, в отличие от Хамца, она выглядит тонко. Хамец, он весь себе такой разросшийся, символизирует наше эго, наша неспособность контролировать свои желания, наша неспособность вносить нужные ограничения и дисциплины в собственную жизнь. И вот эта разница между Мацой и Хамцом проявляется исключительно в одном аспекте — время. Есть вещи, которые требуют нашего участия, и время, когда мы эти вещи делаем, должно быть исключительно точно выверено. Не случайно в резком понимании мира есть также понятие «этрацон», время желания, время, когда наши молитвы особо будут услышаны. То есть у нас есть какая-то особая такая чувствительность, если хотите. Шестое еврейское чувство, да, чувствительность ко времени. Идея о том, что время ценное, идея о том, что каждый момент значим в нашей жизни. Об этом очень красиво сказал наш средневековый мудрец Эвенезра, он сказал так, а вар айн, прошлого нет, а тит ада айн, а будущего еще нет. Ва а ве ке эрф айн, настоящее же подобное эрф айн. Эрф айн — это буквально время, как ты мигнул веком своим, просто мигнул глазом, и настоящего уже нет. А ве ке эрф айн, да ага минайн, откуда же берется, да ага, откуда же берется волнение. Понимание того, что мы с вами находимся только в настоящем, только вот в этом сегодняшнем миге, в этом... Есть только миг между прошлым и будущим, помните, именно он называется жизнь. Вот эта песня, возможно, как раз связана с мацой. Это, в общем-то, то, что маца символизирует. Мы не можем управлять прошлым, мы можем учиться из прошлого. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, и бесполезно волноваться об этом. Но мы находимся в этом моменте здесь и сейчас, и именно в этом моменте мы можем и должны что-то изменить. Вот это маца. Теперь давайте перейдем к практике праздника. Немножко поговорим о кашировке, немножко поговорим об уборке, и, может быть, что еще более важно, о том, как правильно настроиться на песен. Ну, по поводу каширования, есть очень простой принцип в валахе. Называется он так, кэбол о, как пуль то. Точно так же, как входит запрет, так же он и выходит. И поэтому у нас есть два основных метода каширования, связанные с двумя основными типами использования посуды. Мы сейчас с вами говорим тупо о той посуде, которая стоит на огне, то есть то, в чем мы готовим. У нас есть варка и у нас есть жарка. То есть то, что мы… там, где мы используем воду, это варка, это кастрюли, в которых мы что-то варим. Способ кашировки будет аналогичный, то есть мы делаем агала. Агала – это, в общем-то, метод кашировки водой. Когда мы берем кастрюлю, которую мы хотим откошировать, предварительно, перед кашировкой нам всегда необходимо убедиться в том, что… Ну, чтобы не усложнять, скажем так, что 24 часа посуда не использовалась. Связано это с тем, что вкус, который у нас проходит 24 часа в посуде, становится таам-пагум испорченным вкусом, и у нас намного проще будет происходить кашировка. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали этого, но 24 часа мы посуду откладываем, мы ее моем. Если мы используем при этом химикат, это лучшее или что-то… В любом случае, на самом деле, современные методы очистки, они всегда химические, и это тоже дополнительный плюс, потому что это тоже создает испорченный вкус. После того, как посуда у нас чистая, простояла 24 часа, мы можем ее откошировать. Если это посуда, которая используется для варки, это кастрюли, мы должны полностью покрыть эту кастрюлю водой изнутри, и так, чтобы вода немножко прерывалась через края, для этого достаточно просто вскипятить воду, и вода немножко прерывается через край. В общем, в принципе, этого достаточно. Теперь, что касается кашировки огнем, здесь все намного сложнее. В современных условиях у нас практически ни у кого нету вот этого специального пригора, который в Израиле называют брендер, для прокаливания посуды. И, кроме того, если у нас с вами сковородки, например, сковородки современные, чаще всего покрыты материалом, который от такого способа кашировки огнем, скорее всего, испортится. И даже если он не испортится, мы будем бояться полностью и правильно его откошировать. Поэтому, по большинству мнений, тефлоновые, например, сковородки или сковородки с каким-то другим покрытием не кашируются. Поэтому, если у вас есть необходимость воспользоваться облегчающим мнением, вы можете спросить из лакровинок. Но, в принципе, здесь у нас есть необходимость, в общем, наверное, лучше купить новую посуду. Вы можете специально заранее отложить эту посуду на ПЭСах. Если мы с вами говорим о кашировке, например, печки, большинство современных печей имеет программу self-cleaning, самоочистки. И эта программа, она на самом деле позволяет печь печи действительно накалиться до максимума. И в этом режиме печь работает час, иногда полтора часа. Если у вас этого режима нет, достаточно поставить, опять же, предварительно очистить печь, и не пользуясь ей 24 часа, полностью ее очистить и подготовить к кашировке. После этого поставить ее на максимум, примерно час в этом режиме она будет работать. После этого печь откаширована. Микроволновая печь, ну, с точки зрения того, как работает микроволновка, вообще говоря, мы знаем, что тут нет прямого контакта. И есть некоторые облегчающие мнения, которые вообще говорят о том, что микроволновку не требуется кашировать. Но мы сейчас говорим об основных мнениях наших авторитетов, которые говорят, что микроволновку нужно откашировать паром. И поэтому, опять же, метод очень простой. Мы чистим микроволновку внутри, убедившись в том, что нету на поверхности, на внутренней поверхности микроволновки никаких следов еды. И после этого можно взять стаканчик, наполнить. Понятно, что стакан должен быть пригодный для использования в микроволновой печи. То есть он должен быть microwave safe. Этот стакан наполняем водой. И достаточно поставить его туда на минуту. Через минуту микроволновка уже наполнена паром от воды, которая в стакане. И этого, в принципе, достаточно. Как видим, очень просто ее откашировать. Что не кашируется? Ну, кашируется металл. Дорого это пяти видов металлов. Металл кашируется. Кашируется также стекло. Метод каширования стекла у нас немножко отличается. Стекло кладут на три дня в воду. Каждые сутки, меняя воду при этом. Есть облегчающее мнение для сепардов. Опять же, можете спросить у своих раввинов. Что не кашируется? Не кашируется глина. И производные глины. Это, например, фарфор. И те вещи, которые никак не связаны с металлом и стеклом. Например, пластик. Он тоже не кашируется. Ну, это в двух словах о том, как мы с вами кашируем. И в этом году у нас, может быть, будет немножко сложнее. Часто в еврейских религиозных районах есть такие кашировальные станции. Поэтому в этом году нам, наверное, всем... У нас нет возможности... Сейчас у нас карантин практически во всем мире. Нет возможности часто воспользоваться этими услугами. Нам придется это делать дома самим. Ну, я надеюсь, что эта короткая инструкция, которую я вам дал, поможет вам. Кроме того, есть много информации у нас. Теперь, что касается уборки. Ну, вообще, очень важно понимать, что хотя Песох — это время весны, это совершенно не обязательно означает весеннюю уборку. То есть, очень часто у нас такая, так сказать, юрейская традиция сложилась уже так, что это время годовой такой уборки. И получается, что для семьи, для домохозяек — это дополнительная сложность, потому что, конечно, такая уборка, кардинальная уборка перед Песохом в дополнение к тому, что нужно готовить на праздник, осуществлять покупки на праздник. Ведь у нас должна быть полностью кошерная на Песох еда. И, по сути, мы переворачиваем весь дом в дополнение к тому, что у нас и так есть очень много разных обязательств. Так вот, я хотел сказать, что это совершенно не обязательно делать. В общем, предпасхальная уборка имеет свою целью очистить дом от хамца, очистить дом от квасного. Квасное — это все то, что сделано из пяти видов злаков, и то, что не является мацой, то есть было в контакте с водой больше 18 минут. У нас есть всевозможные макароны, хлебобулочные изделия и так далее. Многие люди сегодня пользуются облегчением и продают это. Если вы собираетесь это продавать, а каждый следует своим раввинам, если вы собираетесь это продавать, тем более, если у вас есть что-то более дорогое, что требуется, чтобы сохранилось, например, какие-то дорогие виды диски, которые тоже являются хамец, и вы собираетесь все это продавать, вам нужно будет заранее это все убрать в какой-то отдельный ящик или куда-то сложить и запечатать или закрыть так, чтобы было написано на нем «хамец», чтобы никто этим не пользовался, и заполнить форму на продажу, которая есть обычно практически в любой еврейской общине. Сейчас есть много сайтов онлайн, где эти формы тоже есть, их можно заполнить онлайн. Предпочтительнее, правда, чтобы это был кто-то из раввинов, кого вы знаете, который может вам объяснить, как работает этот принцип продажи. Во всяком случае, часть уборки состоит в том, что мы с вами подготовили все то, что мы собираемся не использовать на ПЭСах, очистили, так сказать, убрали. А сходить с ума по поводу уборки все-таки не стоит. Очень часто вот эта вот весенняя предпасхальная уборка забирает у нас очень много сил. И здесь нам очень важно помнить, нам всем, у нас у всех есть семьи, и часто это время конфликтов, часто это время, когда во время пасхальной уборки жена кричит мужу, я же сказал, а здесь уже все очистили от хамца, а что, что ты это кладешь сюда, дурень ты эдакий. И возникает ситуация, при которой у нас сами конфликты. О том, как избежать этих конфликтов, и насколько это важно, мы поговорим чуть позже, когда коснемся правильного настроя. А сейчас я хотел все-таки дать несколько, может быть, таких практических советов о том, как правильно подойти к уборке предпасхальной, и при этом не сойти с ума. Ну, во-первых, наверное, самое главное, это помнить о том, что уборка не должна нас поработить. В конечном итоге мы вроде как выходим из рабства к свободе, как очень часто люди шутят, перед пасхом вроде как из рабства египетского мы выходим, но при этом становимся рабами уборки. Так вот это ни в коем случае не должно происходить. Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы как-то оптимизировать то время, которое мы собираемся на это потратить, нам необходимо составить примерный график. Для того, чтобы составить график того, что и в какой последовательности мы делаем, мы должны изначально понять, вообще говоря, что нам нужно сделать. Это всегда первый вопрос. Что мы должны сделать? И здесь у нас есть обязательная программа и произвольная. Все, что касается уборки пыли, уборки грязи и так далее, это не хамать. Это программа произвольная. Ее совершенно не обязательно делать. Ее можно будет оставить даже на уже время, когда с концом мы должны разобраться, может быть, даже когда мы уже все откашируем. Если у нас будет время на это, прекрасно. Но обязательная программа – это все, что касается уборки хамца, и здесь мы должны распределить время. Поэтому сначала мы строим план. Что нам нужно сделать? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Следующий пункт. Мы после того, как построили этот план, делаем определенный график. И, наверное, чтобы все в этом процессе участвовали, и муж, и дети, можно этот график составить таким образом, чтобы каждый принимал посильное участие в том, что происходит, и каждый знал, что у него есть какая-то определенная обязанность, которая, в общем-то, на самом деле поможет хозяйке справиться с этим проще. И, наверное, сделает так, что у нас будет немножко меньше стресса для нее. А это очень важно – освободить наших женщин от предпасхального стресса, ведь на них возложено очень многое. Кухня у нас остается, конечно же, на конец, потому что, ну, кухней мы пользуемся практически до того момента, когда хамед из кухни выходит. И кухня – это самое сложное, на кухню нужно уделить достаточно времени, чтобы успеть все очистить там и откошировать, и убрать весь тот хамед, который мы собираемся продать, если мы пользуемся продажей хамца. Потому что есть те, кто не пользуется этим облегчением, связанным с продажей хамца. И, ну, это не тема нашей сегодняшней лекции, спросите вашего раввина, какого мнения вы придерживаетесь. Я думаю, что в этом году, на самом деле, учитывая ту ситуацию, достаточно сложную, которая сейчас есть, кто знает, что будет с продуктами, я очень надеюсь, что не будет перебоя с продуктами там, где вы живете, и все будет замечательно. Но, может быть, даже если вы обычно не пользуетесь продажей хамца, имеет смысл в этом году какие-то жизненно важные продукты не выбрасывать и не отдавать перед ПЭСКом, как некоторые люди это делают, которые не хотят полагаться на продажу. Потому что изначально продажа хамца, в общем-то, была разрешена, исходя из нужд больших бизнесов. А если у нас с вами не бизнес, а у нас с вами, в общем-то, какие-то минимальные расходы на макароны и так далее, и крупы, то, казалось бы, этого можно всего было и не продавать, можно было все это использовать перед ПЭСКом или раздать кому-то. Но в этом году, может быть, имеет смысл иметь какой-то НЗ, неприкосновенный запас продуктов, и имеет смысл, возможно, воспользоваться облегчением на продажу. Ну и оставить время для кашировки, мы сказали, это у нас необходимо сделать до наступления ПЭСКа, конечно, и до наступления в силу запрета хамца. То есть кашировка должна быть закончена примерно до 4-5 часа дня перед ПЭСКом. Ну, лучше все не оставлять на последний момент, и лучше сделать это хотя бы за день до. Ну и, наконец, последний пункт, о котором мне хотелось поговорить, это правильный настрой. Как сделать так, чтобы не сходить с ума из уборки, и как сделать так, чтобы не стать рабами хамца. Я уже говорил о том, что правильный составленный план и график помогут нам избежать суеты и суматохи. И вообще, в принципе, по жизни, наверное, это хорошая идея. Иметь некий план и график. Но вот в эти очень напряженные дни перед ПЭСКом это в особенности нам полезно и важно. Еще один совет, который мне кажется полезный в жизни вообще, ну и конкретно в данной ситуации, очень часто бывает, что мы себя перегружаем работой, и потом нам это становится уже не в моготу. У нас просто уже вылезает все это из ушей. Как вообще, говоря, сделать так, чтобы превратить вещи, которые являются для нас обязательными, из чего-то, что нам ужасно неприятно, во что-то, что на самом деле мы можем воспринимать, как, знаете, как буддисты говорят, это часть нашей, так сказать, дхармы, часть нашего жизненного пути. И, по большому счету, это еврейский подход. То есть те вещи, которые мы должны сделать, которые являются для нас митцвор, иногда бывают нам тяжелыми. Но эта тяжесть, это, как знаете, это может быть как спортсмен, который тренируется, и он доходит не до чувства очень сильной боли, но он доводит себя в своих упражнениях, в своих тренировках до состояния, где он напрягается. Но это напряжение дает ему какое-то определенное удовольствие потом, дает ему ощущение того, что он действительно что-то важное делает. И в каком-то смысле, я думаю, когда мы с вами готовим квартиру перед Пасхом, мы помним, осознаем, что сейчас мы с вами занимаемся чем-то важным, мы занимаемся митцвой. Это дает нам уже какое-то определенное понимание приоритетов. Если мы занимаемся чем-то важным и занимаемся митцвой, это неподходящее время для того, чтобы ссориться, и это неподходящее время для того, чтобы ныть и стонать, с одной стороны. С другой стороны, как сделать так, чтобы нам эта работа не стала ни в моготу. Черезавайте уборку с паузами, наверное, хороший совет. Если вы чувствуете, что вы сильно устали, сделайте небольшой перерыв. Перерыв на, может быть, лекцию, которая даст вам силы, или витамин, как я это говорю, витамин G, G от слова по-английски God, начинается на букву G в английском языке, дополнить себя жизненной духовной энергией, которая даст нам силы дальше продолжать то, чем занимаемся. Или сделать физические упражнения. Вдох-выдох, вдох-выдох, небольшая зарядка дает нам энергию, и мы переключаемся с одного вида деятельности на другой. Или, может быть, даже просто 10-15 минут сдремнуть, отдохнуть, дать себе сил, на то, чтобы продолжать дальше. Или, может быть, сделать медитацию, если мы волнуемся. Нам кажется, что объем работ сумасшедший. Иногда для того, чтобы в огромном этом ворохе увидеть какое-то определенное направление, к которому можно идти, необходимо просто успокоиться, внутренне сосредоточиться, найти вот это место внутреннего покоя, которое поможет нам дальше совершенно спокойно продолжать. Мы, кстати, сейчас находимся в очень непростом периоде жизни, и мне хочется вообще посвятить эту лекцию Рафуа Шлема в выздоровлении всех тех, кто сегодня болен, всех тех, кто сейчас пострадал от этого коронавируса, и пожелать всем крепкого здоровья. Мы должны с вами в особенности в этом году следить за своим здоровьем. Тора говорит нам, Нишмартен, Молодлен, Шатехайм, берегите очень ваши души. И хотя прямой текст говорит о том, что мы не должны забывать заповеди, мудрецы трактуют это так же, как и то, что мы должны не забывать заповедь о том, как следить за своими душами, за своим физическим. Там написано слово Нефеш, Навшатеям, имеется в виду за своим физическим телом. Следить за собой, следить за тем, чтобы мы в здравии пребывали. И поэтому эта уборка нас не должна никоим образом вывести из кольей. Мы должны правильно настроиться. И вот медитация, если вы занимались медитацией, наверное, это прекрасный способ того, как себя немного успокоить. Если вы этим никогда не занимались, может быть, сейчас самое время немножко начать медитировать, потратить на это 5 минут в день, наполнить себя определенным внутренним покоем. И, может быть, сегодняшнюю эту лекцию мы как раз закончим такой короткой медитацией. Главное, помните о приоритетах. Что нам важнее? Что нам в этой жизни важнее? Мы кричать на то, что сейчас муж там чего-то не убрал и что-то где-то оставил, может привести это к тому, что вы поссоритесь, будет тяжелая обстановка в семье, крики, шум, и все это ни в коем образом нам не поможет. Поэтому остановиться на секунду, вот та самая секунда, та самая сила момента, которую надо напоминать отца, и подумать в этот момент, осознать то, что я на самом деле сейчас хочу донести до другого человека, который, в общем, может достичь от семьи. Насколько я доношу это до него в адекватной, правильной форме, и если мне удается действительно в этой ситуации себя сдержать, если мне удается себя в этой ситуации немножко перенаправить в позитив, то я как раз превращаю хаммэс в мацу. Я как раз сейчас в своей внутренней духовной работе делаю что-то очень важное для пасы. Я убираю свой внутренний хаммэс. Это может быть намного важнее, чем если мне удастся, так сказать, накричав на мужа, испугав его, убрать какое-то количество хаммца физического быстрее. Поэтому, мне кажется, приоритеты здесь очень важны. Пасах пройдет, а семья останется, и те, кто с вами, и те, кто вам дороги. Сейчас очень важно нам все вместе держаться в такое непростое время. И в этом контексте, мне кажется, что особенно это свойственно нашим русскоязычным друзьям, я замечаю это часто в себе, у нас, часть нашей ментальности, видимо, мы это из Советского Союза привезли, мы часто любим критиковать. Мы любим критиковать и редко обращаем внимание на хорошее. Так вот, мне кажется, нам нужно научиться не забывать поддерживать и хвалить друг друга. Особенно важно это сейчас, вот в это трудное время, в котором мы с вами сегодня пребываем. Мне хочется всем нам пожелать крепкого здоровья и физического, и духовного, и чтобы мы не забывали принимать витамины, витамин С, разные другие полезные витамины, и витамин G, как я сказал, в виде всевозможных лекций, уроков Доры, подготовиться, в том числе и духовно к наступлению праздника Песох, и чтобы это время не прошло для нас исключительно в мыслях о том, чего я еще не сделал, чего я не успел в таком, знаете, обсессивно-компульсивном таком вот состоянии, от этого нам надо избавляться. Друзья, это не приносит нам никакой радости. В любом случае, идея того, что мы с вами выбираем хамад на Песох, не должна ни в коем случае привести нас в состояние какой-то обсессии. И мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы и в этом оставались свободными людьми, и чтобы наш Песох действительно прошел в этом году как время радости, потому что каждый еврейский праздник, конечно, это радость, и это время благодарности Творцу. И вот мне хотелось закончить эту лекцию такой небольшой, короткой медитацией с вами, буквально несколько минут. Ну, условно, давайте назовем ее медитацией благодарность. Давайте просто на секундочку расслабимся, закроем глаза, и три минуты буквально помедитируем. просто следим за нашим дыханием, дыхание спокойно, расслаблено. Вдох, выдох. Мы выдыхаем все наши проблемы сейчас, здесь и сейчас у нас нет никаких проблем, нас ничего не беспокоит. выдох. Вдох. Выдох. Приятная волна расслабления идет от головы к плечам, плечи расслаблены, плечи, которые несут на себе тяжесть всех наших забот, они расслабляются, приятная теплая волна проходит вниз, и наше тело расслаблено, расслабление проходит по рукам, доходит до кончиков пальцев, приятная теплая волна расслабления. Нас ничего не напрягает и не волнует. Вдох. И выдох. Выдыхаем все наши проблемы и заботы, вдыхаем тепло, любовь, и вот эта волна тепла, любви распространяется по всему нашему телу, доходит до ног, проходит сверху вниз и покрывает нас целиком. А сейчас давайте представим, что вот эта волна тепла и любви, это и есть та энергия, которую Бог нам посылает, ведь Он любит нас, посылает нам это энергии постоянно. И представим это в виде света, представим это в виде света любимого вам и цвета, теплого цвета, оранжевого, желтого, цвет, который вам нравится, близок. И вот сверху идет этот луч света, и он доходит до макушки нашей головы и мягко, нежно нас касается, обнимает нас с любовью и теплом. И этот свет распространяется по всему нашему телу. Он проходит из головы через плечи к рукам, к туловищу, он спускается вниз к ногам, мы наполняемся этим светом любви и тепла. Все в надежных руках, все вышли с нами, он любит нас, он нас любящий отец, он заботится у нас каждую секунду. Вдох и введем. Вот эта волна тепла и любви, которая нас наполнила. Мы ощущаем себя, что мы полны света, мы наполнились как полный сосуд. И у нас этот свет продолжает идти сверху, мы уже переполняемся светом, мы можем начать давать этот свет другим. постепенно начать светить, давать этот свет и дарить этот свет окружающим нас людям. Потому что теперь мы полны света. Вдох и выдох. И мы с вами начинаем дарить этот свет. И мы наполняемся чувством благодарности к Творцу. И мы вспоминаем о том, что евреи, евди это тот, кто благодарен Всевышнему. Вдох и выдох. И вот с этим чувством благодарности и любви мы с вами постепенно, постепенно выходим из состояния медитации, открываем глаза. И мне хочется пожелать всем нам замечательного, замечательного времени подготовки праздника Песах. И когда вы чувствуете, что у вас стресс, и у вас нет сил продолжать, вы можете сами очень просто сделать эту короткую медитацию займет у вас всего как вы видите 3-4, ну может быть 5 минут. Мне хочется всем вам виртуально, так сказать, virtual heart, виртуально вас всех обнять и пожелать вам замечательного праздника в это непростое время. Давайте дарить друг другу свет, любовь и радость. Всех с наступающим праздником и если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Вы можете включить микрофон сами. Да, господа, мы сейчас время включить микрофон и задать вопросы. если они есть. А может Шарков, добрый вечер. Добрый. Вот, контакту, связи. Надеюсь, что это будет продолжаться. Да? Спасибо. Вот долго. Да, у нас по крайней мере еще одна встреча будет. По крайней мере я долго ждал лично, я так наделся. Вот, дорога шефа. Мне очень-очень хорошая лекция, все очень понятно. Спасибо. Спасибо большое за такой отзыв теплый и большая вам благодарность. Держитесь. Хазаку бару, как говорится, всяческих благословений вам и вашим. Спасибо. Окей, тогда мы на этом заканчиваем. Я надеюсь, народ вышел из транса, они меня слушают, может быть, они до сих пор. Ну, до сих пор. Человек, который напрягает всех, я вас напрягаю. Окей. Ну, хорошо. Да, послушай, я не могу, к сожалению, вписать в чат твой YouTube и за следующий раз. Потому что я настолько перестраховался, что я в настройках, по-видимому, вырубал чат. У нас теперь ни у кого нет, ни у меня. Окей. Если можно будет потом поставить информацию в моем YouTube-канале, те, кто захочет учиться, я буду рад. Подписывайтесь, и там постоянно выходит какая-то новая информация, какие-то новые лекции. Есть короткие, есть длинные, по-русски, по-английски. Буду рад. Виртуально с вами поддерживать связь. Натан, большое тебе спасибо за организацию. Окей. Спасибо всем, кто был с нами. Всем счастливо, до свидания. Будьте здоровы. Участвуйте в наших этих самых, да. И обращайте внимание, что теперь у нас все, все, взятое на русском языке, у нас все занятия будут запароленные. А следующая наша лекция будет в то же время, да? В тот же час. Да, в то же время. Я думаю, честно говоря, что пароль будет один для как линк один, так и пароль один. Ну, посмотрим. В том числе, если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, пишите мне либо в Фейсбуке, либо в Ватсапе, как угодно, в Телеграме, я вам сообщу пароль. Хорошо? Все. Всем счастливо и до свидания. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.